МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в первую очередь хотел бы сказать, что сроки навигации утверждаются приказом Федерального агентства мужского и ручного транспорта. И после завершения сроков навигации предприятие осуществляет по дополнительным приказам погодные условия у нас уже внесли корректировки. В свою очередь ЛОР ежегодно тоже мероприятие готовит, плановое мероприятие готовится, готовит причал, именно Техтюр, со стороны Житая тоже причал обустраивает, съемку определенную делает. И то, что произошло, в основном это были природные условия, то же самое теплое погодное условие в конце октября, и момент образования ледостава на реке получается. В конце октября у нас наблюдался очень сильный шукоход, который в начале ноября превратился в ледоход. Из-за этого судно не могло причалить, была вынуждена эвакуация населения и так далее, осуществлялась. Пассажиров? Пассажиров, да. Но хотелось бы отметить то, что слаженная работа самого предприятия ЛОРПа и всех этих оперативных служб, которые были задействованы, в том числе Служба спасения, Насгвардии и предприятия нефтеперерабатывающих комплексов, можно сказать. Тюймада нефть тоже благодаря усилиям обеспечила заправку автомобилей, которые находились в данном судне. То есть ситуация нас не застала врасплох, мы были готовы. Да, новшеством является то, что в этом году у нас организованы с двух берегов посты Службы спасения, специальным оборудованием и палаточным специальным оборудованием для обогрева автотранспорта и четырех спасателей, которые привлекались перед неотложным работой. И достаточно слаженно отработали. Были, конечно, нюансы, то, что оперативности реагировали и так далее, которые в ходе мероприятий были устранены, можно сказать. Но чтобы избежать таких ситуаций, конечно, будут мониториться, мониторинг проводиться, гидрологии и так далее, погодных условий. И, как бы, можно сказать, то, что ежегодный период ледостава сложности постоянно были. А вот какие именно сложности пришлось испытать в данной ситуации? Ну, обычно, если рейсы делаются, да, день по два-три рейса осуществляется перевозчиком рейса. Момент ледостава, ну, конечно, может быть такой продолжительный рейс. Ну, один рейс в сутки. А на сегодняшний день получилось то, что, ну, более двух суток судно не могло перечалить к берегу. Поэтому вот такие недостатки есть. Они, как бы, у нас природные климатические условия такие, что, конечно, вот такие на дороге постоянно случаются. И что вот такие моменты бывают. В том числе вот на северных и арктических территориях тоже такое может быть. Скажите, пожалуйста, а сколько судов на воздушные подушки на данный момент осуществляют перевозки по реке и по какой цене? Ну, на сегодняшний день у нас по маршруту, ну, вообще в целом по республике у нас более 30 единиц судов воздушной подушки имеется. В том числе вот перевозки самые, конечно, масштабные, это у нас и ГУС, Нижний Бестях получается. В осенний период у нас есть и второго Меркера района, до Нижнего Бестяха перевозка осуществляет 8 предпринимателей. Это примерно 20 фибусов и 5 аэроботов. На сегодняшний день, как бы, ну, ситуация более-менее улучшилась, можно сказать, в сторону вот гидрологии, да? Отсутствует вот то, что вот в пятницу наблюдали то, что шуга вот та же проходила сильная, да? Шугоход проходил. Ну, были определенные сложности и, как бы, пересадки перевозки осуществляли с аэроботами там и так далее. На сегодняшний день перевозки уже только сюда именно воздушные подушки осуществляются и тариф у нас тысячи рублей составляет. Ну, о тарифе именно мы чуть-чуть поговорим попозже, об уравнении этого тарифа, да? То есть вот одна из основных проблем и вопросов наших жителей, да? То есть именно, может быть, высокие цены и так далее. То есть ранее говорилось о том, что предстоит запустить какие-то альтернативные варианты или, может быть, дополнительные суда, которые будут, ну, скажем, по бюджетным ценам, так скажем. И вообще есть ли какие-то альтернативные варианты? И что у нас с перевозками воздушными вертолетными? То есть вот такой вот большой вопрос. Ну, в принципе, у нас законодатель говорит то, что, ну, пассажирские перевозки должны осуществляться, как бы, любым перевозчиком. То есть независимо от формы собственности там и так далее. Вот с точки зрения вот конкуренции, можно сказать, то, что помимо вот 8 перевозчиков, индивидуальных перевозчиков, которые, ну, осуществляли нынешнюю навигацию, уже, как бы, начал перевозку дополнительные перевозчики у нас имеются. В этом году, ну, куплено и приобретены ими 4 судов хибусов и 2 и работа, которые на сегодняшний день на линии работают. И пуск в нижнем бестях. С точки зрения осуществления перевозок вертолетной техникой, можно сказать, то, что, ну, они, конечно, вот, вперед неблагоприятных условий, когда вот суда на воздушной подушке, ну, с определенным грузопотоком не могут справиться, вот в этот момент, как бы, тоже подключаются и к перевозкам. И, ну, в этот осенний период, можно сказать, задачи справились. Были, вот, в пятницу у нас были сбой по перевозкам суда на воздушной подушке, и поэтому, вот, в субботу-воскресенье у нас дежурило воздушное судно полярных авиалиний, и, вот, перевезено, выполнено 8 рейсов туда-обратно, и перевезено, ну, более 300 человек пассажиров из аэропорта и Куску до площадки Монетах. Поэтому, вот, можно сказать, то, что, ну, тоже, ну, с погодных условий. И, вот, в прошлом году, например, у нас осенний период, ну, воздушные суда не привлекались. А нынешнее, ну, судоходство, вот, гидрология говорит, то, что, ну, свои условия дает. Вот в этом году были, как раз, изменены подходы в формировании тарифов по социально значимым моим перевозкам. Скажите, пожалуйста, насколько они себя оправдали, ну, и как были освоены, значит, выделены средства на эти цели? Ну, то есть, о ситуации. Ну, у нас, как бы, в рамках государственной программы развития транспортного комплекса у нас, ну, вот, два основных мероприятия, которые именно для обеспечения транспортной доступности водным транспортом проводятся. Это, как бы, первое мероприятие, это субсидирование социально значимых перевозок. В этом году у нас был изменен подход, можно сказать. У нас были установлены, ну, один ПКМ и одна составляющая, это погонный, ну, это тариф, как бы, да, для водоизмещающих у нас было установлено 6,5 рубля, и для скоростных судов это 8 рублей. У нас субсидии, объем субсидий, который был доведен, это составляет 78 миллионов. Можно сказать, сразу отметить то, что положительная динамика у нас, ну, снижение стоимости билета для пассажиров, ощутимо было, и, как бы, мы дополнительно охватили новые маршруты, которые были, ну, летний период перевозчиками обслужены. Вот, например, если даже по цифрам смотреть, то у нас перевезено более 28 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом, это у нас два раза увлечение пассажиропотока отмечается. И в том числе у нас, ну, такие, может, сложные участки, которые, вот, на Яне, вот, постоянно, вот, нелегальные перевозчики, там, ну, неорганизованность перевозки. У нас в прошлом году, ну, позапрошлого года, вот, МУП ДЕСА работает, они вот двумя катерами, которые были перевезены за счет Минтранса, ну, в эту навигацию тысячи человек перевезли. И тем самым, можно сказать, организовали вот такой, ну, логистический, сразу самолеты встречают на машине, и до причала довозят, и, как бы, ну, транспортное сообщение сделали. А с точки зрения, вот, продолжения, вот, работы, приобретения катеров, у нас, как бы, за счет программы 11 катеров переобретено, ну, начиная с 2014 года. В этом году мы полностью закрыли потребность Колымской группы районов. Верхний Колымск, Средний Колымск, Нижний Колымск, получается, да. И, как бы, сейчас мы проводим работу по передаче муниципальным образованиям, а муниципальные образования, в свою очередь, должны получить разрешительную документацию по перевозке пассажиров. Означает ли это, что будет все-таки удешевление перевозок, то есть стоимости перевозки для пассажиров, или наоборот? Ну, у нас, как бы, тоже все с бюджетом связано, например, да. Да, тот же, вот, новый подход, ПКМ, вот, то, что, ну, погон, метр, километр, то, что ввели. Это, конечно, удешевление и доступность для населения. У нас, например, если техника, ну, без субсидирования тариф, если считать, тот же Якутийский, Нижний Аск, тариф будет 5 тысяч, а субсидированный тариф, ну, грубо сказать, 2,5 тысячи. Это для населения, ну, более доступным становится. Власти Якутии ставят вопрос о продлении сроков по обеспечению двойным дном судов класса река Моря. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, и будут ли эти сроки увеличены? Ну, у нас самым острым вопросом для предприятий внутреннего водного транспорта Ленского бассейна является это, ну, первое, это старение флота. Да, у нас средний возраст судов составляет более 37 лет. Как бы мы анализ сделали, да, вот всех судоводителей, ну, предприятий, судовладельцев. И вторая проблема – это выполнение технических регламентов безопасности судовозства, да. У нас, как бы, по этому требованию является то, что суда должны быть оснащены, наливные суда должны быть оснащены двойными бортами и дном, да. На сегодняшний день у нас в Ленском бассейне имеется вот 205 судов, которые, ну, подпадают под это требование. Из них вот 94 только соответствуют требования тех регламента. Это говорит то, что провозная возможность в связи с реализацией вот технического регламента у нас невозможно будет, ну, выполнить мероприятия по северному завозу, именно нефтеналивных, наливных грузов, то… А будут ли в следующем году увеличены перевозки по северному морскому пути? Насколько? Буквально у нас 30 секунд остается до конца программы. Конечно, вот с точки зрения вот технического регламента, если смотреть, мы проводим работу по определению этих регламентов. На сегодняшний день Минтранс России уже принял решение, и проект, кстати, еще находится на согласовании. И, как бы, положительную сторону решается. С точки зрения СМП, у нас, конечно, объемы будут увеличиваться только. Это нас радует. Благодарю вас за беседу. Напоминаю нашим телезрителям, руководитель отдела водного транспорта Минтранса Якутии. Семен Коркин был у нас в гостях. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго.